сказка про овердрайв проще говоря ограничение оборотов на задней передаче чем здесь стоит штука что на задней передаче у тебя идет отсечка ну то есть это ее никак не можешь контролировать в отличие от больших квадроциклов ну типа гризли там 700 на beer пиха да везде такая штука типа кнопку овердрайв когда ты нажимаешь кнопку у тебя ограничение задней передачи снимается тогда когда тебе это надо то есть грязь снег что такое когда тебе нужно немножко скорости вот значит что надо надо но в моем случае китайская кнопка правда эта китайская кнопка полностью перепаяна на нормальных проводах на нормальных коннекторов вся внутри смазана загерметизирована в общем рай красота вот и короче это изделие вероятнее всего мы замечательным образом вот сюда вот воткнем если нам позволит отодвинуться рычаг как его тормоза да вот и вот сюда вот она замечательным образом встанет вместе с кнопкой сигнала я думаю должно получиться неплохо потому что ну с той стороны ты должен управлять курком а этой кнопкой ты должен по желанию нажимать чек-черек делать вот кнопка обычная двухконтактная то есть плюс минус куда нам эту кнопку надо вести случае с 350 грызлом вести ее надо к вот этому вот проводу провод этот у нас отвечает за датчик включения задней передачи вот что будет дальше вы уже сами знаете но принципе там все примитивные просто его надо замкнуть на массу но я покажу как я это сделаю не просто когда всегда это делают ну как обычно там на американский видос есть с кодиаками 400 коми чем-то еще они там просто напрямую кидают провод но мне это не сильно нравится я хочу чтобы все включалось не по умолчанию а по моему желанию в общем то сейчас поставим кнопочку и будем показывать куда мы еще там разводим провода кнопку установили просто отодвинули рычаг и здесь теперь у нас две кнопки то есть одна сигнал 1 раз нас но включение овердрайва протягиваю также как и проводка идет по заводу то есть на эту сторону все это вытягиваем и будем пускать отдельную параллельно к родной косе то есть нас родная коса идет идет потому туда в общем то можно было и напрямую но не хочется вешать лишних соплей в обход родной проводки поэтому пусть и собственно провода вот туда вот как родная проводка идет так также и мы их проведем теперь надо вот эти вот провода от коннектора от фишки влагозащищенной удлинить и провести соответственно запасом до требуем нам датчика как раз включение задней передачи вот так сейчас удлиним провода сделаем коннекторы но все это тоже покажу провел проводку то есть вот у нас разъем который у нас был здесь он под экраном проходит везде 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 ровно в тех же крепежных хомутиках в которых крепится основная коса проводки соответственно вот у нас пошел 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 вот пока все проводки он сюда идет все параллельно родной косе проводки естественно все это даже да тут разматывается какие провода у нас коса от ямахи диверсии 12 наверно года то есть и все еще и делается из нормальных оригинальных проводов вот и здесь собственно все это опять же в ямахской оплетки длинной и все как будто бы как по заводу и теперь что нам надо делать любой из проводов мы кидаем на массу то есть делаем массу у этого провода а второй тут надел тройник короче то есть в этот провод должен входить вот так вот контакт раз и этот уже контакт должен вставать сюда просто я не хочу резать родной провод поэтому делаю так и так невероятно совпало что у меня даже получилось что здесь с белой полосой зеленый с белой полосой и здесь зеленый с белой полосой абсолютно через случайное совпадение просто вырезал тот провод который был подлиннее даже не видел какой но вот сделал как будто бы и оригинал вот таким образом у нас получается все выглядит еще лучше чем казалось на первый взгляд короче говоря все неплохо и можно уже бак на место ставить накидывать потому что здесь больше нам никуда лезть не придется сделал провод массы соответственно здесь это провод массы был взят вообще от клеммы стартера масса пидбайк что ли чем максимально жирная клемма залудил и сверху у нас так чик и все надевается остается только здесь все это заизолировать и она у нас будет приходить вот сюда и выглядит это все ровно так как и должно выглядеть завод то есть тут ровно такие же вот эти штучки и теперь нам из этого провода надо сделать переход ну точнее тройник по сути сейчас в общем тоже покажу как все это делается ничего сложного нету короче говоря все получается даже лучше чем ожидалось особенно если будет работа но я проверял просто когда напрямую провода кидал работает значит и так будет работать ну хочется верить по крайней мере в это в итоге что получается вот этот провод ну во первых все это в ямахскую даже оплетку запихана заизолирована в жгуты запихана также значит вот этот провод у нас будет соединяться теперь с красным который у нас шел на датчик на датчик у нас вот это вот раздвоение то есть получается пока у нас кнопка не нажата у нас на массу ничего не идет то есть замыкание на массу нету как только кнопку мы нажимаем у нас идет смыкание проводов то есть вот и все у нас включается масса и таким образом работает overdrive ну по крайней мере в моих мечтах это именно так но мы сейчас проверим все это ну вот тут как бы в трех проводах заблудиться достаточно сложно но мы все равно попытаемся в идеале было конечно вот такой коннектор еще один найти но может быть когда-нибудь найдем и переделаем это один провод в принципе особой задачи ну без сложности в этом нету я думаю не продается главное поискать вот можно оригинал можно и на алике найти то есть вот эти вот разъемы на алике они жестче чем оригинала вроде как не окисляются короче посмотрим через этого получше все соберем мы будем проверять работает у нас overdrive или нет всю эту историю собрали вот так вот она тут все выглядит сложности никаких ну и теперь смотрите демонстрация запускаем включаем заднюю видим но это горит лампочка нажимаем назад мы тут на травку специально отъехали чтобы это было вот я думаю слышно всем до что срабатывает отсечка неизбежная вот сейчас чуть-чуть аккуратненько откатываемся откатились а теперь блять камеру зубы зубная на 5 придется взять на короче смотри демонстрации вот кнопочка и на приборке погасает лампочка кнопку нажимаем масса замыкается на корпус и вот у нас отключается overdrive точнее наоборот включается отключается отсечка когда тебе надо развернуться ты не думая ну как бы скорость намеренно не превысишь вот а вот с этой кнопкой осознанно вполне себе но сейчас камеру зубы показываю что происходит но я думаю всем очевидно что вся эта штука работает вот можно посмотреть что у нас тут происходил то есть он рыл до последнего вот-вот-вот-вот-вот то есть у нас теперь полностью работает overdrive и мы можем на задней передаче когда нам это необходимо как на любом большом квадроцикле ехать с той скоростью которая нам нужна точнее там даже нужна не скорость а именно обороты ну и чё собственно вот на этого у меня для вас все такой вот уже летний денёчек точнее конец мая и одной проблемой не проблема одной доработкой полезной поделился следующая доработка наверное будет все-таки установка лебедки потому что наверное она все-таки нужно больше чем не нужно но на этом у меня для вас все с вами была мастерская панк мотогараж я сергей панкратов и вот такая вот достаточно простая но очень кропотливая чтобы сделать аккуратно схема установки так называемого overdrive задней передачи у меня на этом все